Всем здравствуйте! Совсем не стало времени проверять тетрадки на работе, поэтому взяла сегодня на выходные тетрадки по русскому языку первоклассников. Лялюш, будем тетрадки проверять, ладно? Давай, ты иди вот сюда поспи, мама попроверяет. 12 января мы работали в прописях и немножко поработали в тетради в узкую линеечку и писали слова под диктовку с буквами и краткой, с буквой Ё, буква сочетанием ЖИ. И вот это мне сейчас нужно будет проверить. Проверяем. Май, Лейка, Йод, Ёжик, Ёлка, Чайник. И вот она проблемка. Мар, ЖИ, буква сочетания ЖИ пишется с буквой И. РЫ, ЖИК, та же самая ошибка. Мы будем работать над этим. ЛЫ, ЖИ, опять же, буква И. СТРИЖИ, ЧИЖ, СТРИЖ летает высоко. Получается, что ошибка здесь однотипная, то есть не усвоена еще буква сочетания ЖИ пишется с буквой И. Поэтому поставлю сюда прямоугольничек и напишу еще раз для минутки чистописания буквы сочетания ЖИ, ШИ. Причем вот здесь вот перед диктовкой уже прописывали это букво-сочетание ЖИ, ШИ. Учимся. Следующая тетрадка. Вот элемент ШИ, букву ША. И получается лишний элемент, получается как две буквы ША написано. Вот букву-сочетание ШИ нужно писать следующим образом. Написать букву ША, убрать руку от тетради, сделать наклонную линию вправо, соединительный элемент, и осознанно приписать букву И, ШИ. И проверить. Вот буква ША, вот буква И, ШИ. И диктовка. Ну пока мы еще буквы только вот заканчиваем изучать. Еще январь, третий четверть началась. Проверяем слова. МАЙ, ЛЕЙКА, ИОТ, ЕЖИК, ЕЛКА, ЧАЙНИК, МОРЖИ, РЫЖИК, ЛЫЖИ, СТРИЖИ. Здесь записано все замечательно, и ошибок с буквы-сочетанием ЖИ нет. Буква Ё написана первой правильно, буква И краткая правильно. Что моя золотая? Давай тетрадки проверим. Давай, мама тетрадки проверяет. Работа выполнена отлично. Замечательный почек, замечательно написанные буквы для первоклассника 12 января. И для закрепления также напишем букву-сочетание ЖИ и ШИ. Повторение МАТЬ УЧЕНИЯ. Следующая тетрадка. Буква-сочетание ЖИ-ШИ. Проверим. То есть здесь у нас было прям очень много ошибок на эту орфограмму предыдущей работе. Проверим, как на этот раз. 12 января. Диктовка. Май. Лейка. Йод. Ёжик. Всё равно. Ёлка. Чайник. Пропущенная буква. Моржи. Увидела. Молодец. Рыжик. Увидела. Лыжи. Стрижи. Чиж. Стриж. Летает высоко. За то, что увидела. Прям видно, что она увидела и дальше начала исправлять, начала писать правильно. Можно поставить прямоугольничек. Напишем букву-сочетание ЖИ-ШИ. То есть уже ребёнок осознанно писал. Следующая тетрадь. 12 января. Диктовка. Лейка. Ёд. Ёжик. Вот здесь, когда мы начали изучать букву Ё и то, что буква Ё обозначает два звука в начале слова, некоторые начинают писать звуки Ё, 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 Ка точно так же здесь неправильно написано. Чайник. То есть буква Ч вообще неправильно. Буква А пропустил. С большой буквы мы здесь не писали. Через запятую с маленькой буквы. Рыжик. Букву пропустил. Лыжи. С маленькой буквы. И предложение не написано. Но работаем ещё над изучением букв. Поэтому здесь, конечно, немножко уже проблема назревает. Но понаблюдаем. Напишем буквы сочетания также Ж. Ши. Для закрепления. Следующая тетрадь. Число мы всегда начинаем писать на самой первой рабочей строке. Здесь тоже наблюдается проблема. Но проблема, я так думаю, что решаемая. И что усвоит ребёнок написание. Здесь вообще не могу понять, что написано. То есть идёт пропуск букв. Опять же, нужно сказать, что у ребёнка проблемы с произношением звуков. И, скорее всего, связано написание. Если ребёнок не произносит какие-то звуки, то он их и не напишет. Ну, и здесь уже тоже что-то непонятное. Тут вроде как слово стриж. Но для этого ребёнка то, что сейчас даже так написано, это уже большой плюс. Потому что было намного всё печальнее. Поэтому здесь надежда есть. Работаем. Учимся. Следующая тетрадь. Вот когда у нас есть ещё несколько строчек, число нужно было записать здесь и слова начать писать на этой строчке. То есть только места не отступаем. 12 января. Диктовка. Первое слово нужно писать с большой буквы, как бы начало работы. А остальные слова с маленькой буквы, потому что пишем через запятую. Ёлка. Чайник. Маржи. Рыжик. Здесь буква И. Место И. Причём Ж. А в слове Лыжи пишет И. Стрижи. Чиж. Стриж летает высоко. В конце предложения нужно поставить точку. Ну, можно поставить прямоугольничек, но такой прям слабенький, немножко с минусом. Ж. Буква сочетания. Ш. Отрабатываем навык написания буквы сочетаний. Следующая тетрадь. Буква сочетания Ж. Ш. И вот опять теряет элемент. То есть нужно писать. Осознанно букву Ш написали. Убрали руку от тетради. Соединительный элемент. И приписали букву Е. И проверили, что есть две буквы. То есть здесь и тут, и в этом случае не получился элемент. И в этом случае тоже буква. И превратилась в букву Ш. Января диктовка. Май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи, стрижь летает высоко. Слова написаны правильно. Есть, конечно, недочеты в том, что обводит несколько раз, стирает, пишет. Ну, в принципе, работа выполнена правильно. Можно поставить звездочку. И напишем буквы сочетания Ж и Ш. Следующая тетрадка. Буква сочетания Ж и Ш. Диктовка. Май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи, чижь, стрижь летает высоко. Умница. Идеально выполненная работа. Буква сочетания Ж и Ш. Следующая тетрадка. Буква сочетания Ж и Ш. Также здесь элемента одного не хватает. То есть, еще раз показываю. Сначала пишем букву Ш, соединительный элемент. И потом приписываем и января диктовка. Так, здесь уголок загнулся. В данном случае тоже есть проблемы со звукопроизношением. Очень серьезные причем проблемы. И сами видите, что практически ни одного слова правильно не написано. Ну, наблюдаем. Учимся. Специалистам. Обращаемся на постановку звуков. То есть, здесь, конечно, ни одного слова правильного нет. Следующая тетрадка. Налюш, аккуратненько. Димай, хорошо сюда. Так, Ж и Ш. Здесь вот как-то немножко вышел за строчку. Диктовка, май. Здесь было слово лейка. Йод. Буква и краткая. Йод. Ёжик, ёлка, чайник, моржи. Рыжик, лыжи. Стрижи. Стриж летает высоко. В принципе, над написанием букв мы еще работаем, поэтому здесь можно поощрить, поставить четырехугольничек, но обратите внимание на правильность написания букв, сочетания букв. Следующая тетрадка. Здесь все верно. Января, диктовка, май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик. Тоже видно, что подтирала, увидела, что букву и написала. Лыжи, стрижи. Стриж летает. Букву пропустила. Высоко. В принципе, работа выполнена хорошо для первоклассника, поэтому можно поставить. Поставить звездочку, но поставить небольшой минус, то есть недочет. Чтобы не пропускать буквы, нужно произносить слово и представлять схему слова, звучание. Мы рисуем сейчас звуковые схемы. И вот как рисуем схему, так и нужно писать. Ле, сочетание мягкого с гласным. Та, сочетание твердого с гласным. Ед. Единственное, вот здесь вот можно допустить ошибку в букве Е, а в принципе в А. Я так думаю, что это просто немного не услышала. Следующая тетрадка. Жи, ши. Вот здесь опять элементы нет. Нет, то есть неосознанно пишет элементы, наклонная линия с закруглением вправо. То есть вот не дописано. Ши. Еще раз показываю. Букву Ша написали, убрали руку от тетради. Соединительные элементы. Приписали букву И. Букву Ша, буква И. И проверили, что она есть. 12 января. Диктовка. Слово было на доске написано, но пропустили. Май, лейка, йод. Йод. Вот здесь началось, что звуки буквы. Ёжик. Буква сочетания. Ёлка. Буква Ё соединяется с буквой Л. Как будто за ручки взялись. Высоко писать не нужно. Чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи. Стриж летает высоко. То есть практически не освоено. Написание с буквой Ё, с буквой И краткой и с буквой И. Поэтому, конечно, здесь немножко все печально, но будем работать. По крайней мере, читаемо по сравнению с некоторыми другими тетрадками. В принципе, тут только буквосочетания освоить и слова с буквой и краткой И. Следующая тетрадка. Жиши. Диктовка. Май, лейка, йод. Ёжик, ёлка. Чайник, моржи. Рыжик, лыжи. Стрижи. Переносить нужно по слогам. То есть вот так переносить нельзя. Стрижи летает высоко. И запятые мы ставим просто точечка небольшой и хвостик. Точечка, хвостик. Здесь получается, бросается прямо в глаза написание запятой. Стрижи летает высоко. В принципе, тут только орфограмма, перенос слов, которые мы еще не изучали. Остальное все написано правильно, поэтому можно поставить звездочку с небольшим минусом. И напишем буквы сочетания. Жи-жи. 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 Следующая тетрадка. Буква сочетания. Жи-жи. Здесь нужно было вообще слово май написать. Март. Лейка, стриж, стрижи. Чи-жи. Чи-жи. Здесь была какая-то своя личная трагедия. Чи-жи летел, высоко летел. То есть ребенок где-то там замешкался, расстроился. Слова не написал. Сидел расстроившись. Следующую тетрадку проверим. Следующая тетрадка. Буква сочетания. Жи-жи. Чайник. Первое слово пишется с большой буквы. И там было слово май. Маржи, лыжи, стрижи. Зачем-то здесь, видимо, оставила местечко, чтобы потом дописать. То есть не успевала писать под диктовку. И предложение. У нас трижи летает высоко. Буква с. В другую сторону. В конце предложения ставится точка. Нужно уже ускорять темп письма. Так как это все-таки уже третья четверть. И успевать писать. Если не успевает писать, значит вспоминает долго, как пишется буква. Следующую тетрадку проверяем. Буква сочетания. Буква сочетания. Диктовка. Прямоугольничек для минутки чистописания. Жиши. Жиши. Два разочек написала и достаточно. Так, диктовка. Диктовка. Май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи, чиж, стриж летает высоко. Молодец. Умница. Написала все правильно, без ошибок. Буква сочетания Жи, Ши для отработки навыка. Чем я шлячка, я? Чем я шлячка, я? А, лялечка. Ну, тетрадки проверим? Мм, ты покушала, поспала. У нас еще вон сколько тетрадочек осталось проверить, да? Все проверим тетрадочки? Думаю, слетка, потом играть пойдем. Хорошо? Давай будем проверять тетрадки. Так, следующая тетрадь. Тут что-то у нас вообще ничего не написано. Майя, лейка, йод, ёлжик, буква сочетания Жи пишется с буквой И. Ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи, стриж. Жи, стриж летает высоко. Ну, буква сочетания Жи, Ши. То есть над этим мы будем работать. Хотя в предыдущей работе было написано без ошибок. Немножко нужно, чтобы взбодрился ребенок, поэтому поставим треугольничек. Следующую тетрадку проверяем. Так, Жи, Ши, Жи, Ши, Января, Ди, Кто, В. Начинаем путать букву Б с буквой В. Такое тоже бывает часто. У ребятишек майя, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи. Молодец, исправила сама. Стри, Жи, стриж летает высоко. В принципе, работа выполнена неплохо. Работать еще будем над буквы сочетаниями Жи, Ши. Следующая тетрадка. Жи, Ши, Января, Ди, Кто, В. Так, смотрим. Майя, лейка, йод, ёжик. Вот, началось, видите, ёлка. Звуки начинаем писать буквами. Чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи, чиж, стриж летает высоко. В принципе, работа выполнена неплохо. Над этой проблемкой мы поработаем. Буква сочетания Жи, Ши. Тья тут лапка. Тья тут лапка помогает маме. Скажи привет-привет, привет-привет, привет-привет. Так, следующую тетрадку проверяем. Давай. Здесь чего-то мы совсем ничего не написали. Интересненько так. Почему? 12 января, диктовка, майя, лейка, йод, с буквой Д неправильно соединена. Получилось А. Ёжик, ёлка, чайник, моржи, рыжик, лыжи, стрижи. Стрижи летает высоко. Стриж там один был. Стриж летает высоко. И на минутку чистописания буквы сочетания Жи с буквы сочетания Ши чередуются. Следующая тетрадка. Здесь почему-то не написано. Диктовка, майя, лейка, йод, ёжик, ёлка, путает букву Ё с буквой З. Чайник с баллинкой буквы нужно написать рыжик. Ой, всё верно. Сама исправила, неправильно. Лыжи. Стрижи. Чи. Буква Ча. Чижа. Начало предложения с большой буквы. Стрижи летает высоко в конце точка. Вот как-то написание букв, конечно, желает оставлять лучшего. Поэтому работаем над написанием букв и письмом слов, слогов под диктовку. Так, следующая тетрадка. Буква сочетания Жи, Ши. Зачем-то здесь зачеркнуло число, хотя здесь и нужно было писать. 12 января. Майя, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, маржи, рыжик, лыжи, сприжи, чиж, стриж, летает высоко. Умница, умница. Молодец. Буква сочетания Жи и буква сочетания Ши. Молодец. Следующая тетрадка. Жи, Ши, Жи, Ши. Диктовка, майя, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, маржи, рыжик, лыжи, стрижи, стриж. Триж летает высоко. Молодец. Минутка чистописания Жи, Ши. Следующая тетрадка. Здесь вообще ничего не написали. Ма, вот буква и краткая, да, не написано. Лейка, йода, буква и краткая, ёжик, одна буква, ёжик, ёлка, чайник, маржи, рыжик, лыжи, стрижи. После каникул, конечно, тут что-то такое произошло, что вообще стриж летает высоко. Одну букву О мы не переносим. До каникул было намного всё правильнее. После каникул тяжело входит в рабочий ритм. Следующая тетрадка. Буква сочетания Жи, ши, диктовка, май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, маржи, рыжик, запятые не поставил, лыжи. Здесь, конечно, над буквой написанием нужно ещё поработать. Стрижи, чиж, стриж летает высоко. Пишет осознанно, всё правильно, немножко недочёты есть. Над написанием тоже поработать нужно над правильностью написания букв. Потому что потом, сейчас вроде как всё читаем, потом обычно такой почерк вообще невозможно будет прочесть. А так всё хорошо. Так, дальше смотрим следующую тетрадку. Буквосочетание Жи, ши. Здесь зачем-то вот так пишем. Всегда, когда пишем, смотрим на образец. И дома тоже нужно работать, класть перед собой, чтобы смотрели, как пишут. Вот не надо этого делать на полях. Это тетрадь, рабочая. Никаких лишних линий здесь быть не должно. Января, диктовка, пропустил букву, май, лейка, йод, ёжик, ёлка, чайник, маржи. Рыжик, лыжи, стрижи, стрижи, летает высоко. Вот бросаются в глаза вот эти запятые, которые ещё и несколько раз обведены. Запятая пишется точкой и небольшой хвостик. Точка, хвостик, точка, хвостик. А так получается вроде как всё правильно. Но вот это, то, что несколько раз обводит, оно прям очень сильно бросается. И получается работа, такая небрежная работа. Буквы сочетания. Ж, ши. Последняя тетрадка. Здесь почему-то не написал. Очень сложно ориентируется ребёнок в тетрадях. Но это ещё вот сейчас, даже после Нового года, получше. Но здесь, конечно, ничего не написано от слова совсем. Так, буквы сочетания Ж. Буквы сочетания Ж. В общем, вы посмотрели, что тетрадки бывают разные. Вот столько тетрадок я проверила. В принципе, основная масса детей уже работает на отличное и хорошо. Над написанием мы работаем. Минутки чистописания пишем. Поэтому я так думаю, что всё будет хорошо. Если вам понравилось со мной проверять тетрадки, поставьте лайк, напишите в комментарии. Я буду с вами это делать почаще. Всем добра!